Ребят, такая тут интересная машинка переносит вас в Шри-Ланку 70-х годов. Ну, конечно, если бы не вот эти современные покрышки. А так было бы здорово оказаться в те годы. Кстати, к вопросу о кинематографе Шри-Ланки. Говорят, что у них здесь существует индустрия кино довольно-таки давно. И не только Болливуд является производителем фильмов для этой страны. Поэтому стоит загуглить, есть ли вообще шри-Ланкистские фильмы вот того времени, 70-х годов. То есть в то время, когда уже в Индии вовсю снимали Зиту и Гиту. Здесь ее, скорее всего, может быть, в кинотеатрах Коломбо смотрели. Но были ли у них собственные фильмы? Вот это надо выяснить. Ребята, вот здесь лунная галерея, Moon Gallery. И вот такие вот бойцы. В защитнике крепости. Ну, вот такая помесь голландского и местного колорита. Здесь вот даже что-то такое азиатское проявляется. А, это малайский солдат. Малайзия. Африканский раб-солдат. И Адриан Варрутос. Какой-то из генералов. Вот так вот интересно. С каменюкой. Африканец. Друзья, ну вот мы подошли к еще одной достопримечательности. Форт Агали. Это вот эта вот великолепная башня с часами. И уже пять вечера сейчас. А она показывает, по-моему, час. Так, ну ладно. Значит, когда было построено здесь не написано. Пойдем дальше выяснять. Ух ты, вот там такой интересный памятник. Каким-то местным солдатам, защитникам крепости. Вот, и великолепная башенка. Здесь такой бастиончик. Класс. Ну вот и выяснили, когда была построена башня с часами. И вот по вот этой дате 1883. Хотя каменюка уже стерся изрядно. Но вот. Вот можно это увидеть. А здесь вход. Но я так понимаю, что я туда не попаду. Да, закрыто. Может быть, хоть посмотрим в замочную склажину, что там есть внутри. Нет, свет не горит, значит, ничего не видно. Но здесь можно еще прочитать про вот эту вот башню с часами. Вот тут про нее написано. 1883 год. Музыка. 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 Так, нам на этот автобус похоже надо садиться. Кстати, ну почему именно сейчас, когда я увидел эту машинку даже из 50-х, а не из 70-х, мне вспомнился кинематограф, шри-ланкийский, индийский и замечательный фильм Зи Тайгита. Потому что там на похожей машинке ездила семья, в которой очень в плохих условиях воспитывалась Зи Тайгита, и в которую перешла потом Гита. Помните, к ним еще приехал господин Гупта, и они его все уговаривали, что она такая плохая, она такая мерзкая, ну мы о ней заботимся. Вот так. КОНЕЦ Итак, друзья, мы едем обратно. В том же самом автобусе, в котором мы ехали сюда, ну так получилось, что он дошел как раз, может быть, он еще успел сделать один круг туда-назад, и опять я на него попал. Ну, в общем, нам предстоит дорога обратно, я хотел бы ехать, конечно, на другом автобусе, потому что видел, что вечером многие из них горят как гирлянды, и здесь все загорается. Но у нас очень скромный автобус, ничего такого здесь нету, вот. Ну, разве что можно увидеть еще такие виды автовокзала Коломбо. Да. Вот, и сейчас поедем. КОНЕЦ Вот уже стемнело, и, наверное, скоро Хикатгува, потому что ехать всего 17 километров из Галли в Хикатгуву, но едем уже, наверное, полчаса точно. Вот, кстати, по поводу сувениров, кто спрашивал, ребят, смотрите, вот такой маленький тук-тук, тарелка со слонами, тук-тук побольше, тук-тук в шаре стеклянном, обезьяны, слоны, вот так по трое сидят, слон с открытым ртом, мартышки, серфинговая доска, кораблик, парусник, кружки, котики и буана. Вот такие тоже есть, вот такой вот есть, кальянчик, доска для серфинга. Не, прикольно. Вот остров Шри-Ланка, видите, здесь все прям достопримечательности, поезд, слон, вот, классно. Вот, и барабан. Итак, мои дорогие, сегодня готовим в этом же месте рыбку, марлин, такой вот стейк, получился большой и приятный. Еще взяли полкило креветок, ну, в общем-то, чтобы уже поужинать от пуза, что называется. Сейчас его мне будут готовить. Вот так вот маслицем, соевым, соусом, чтобы было сладко, вкусно. Промариновать его. Ммм, красота какая. И, конечно, надеюсь, что чистыми руками это все делается. Вау, класс. Здесь криветочки варятся пока что, доходят до кондиции. О, маленькую желтку. Тут был точный. Так, вот такой вот у нас получился стейк марлина, ну, что-то из семейства тунцовых. Мясо было розовое, такое красное. В общем, надеюсь, что вкусно. Здесь на рыбном рынке сегодня. Ой, ребятки, без приключений никак. В общем, решил я поплавать. А, ну, сначала пошел на рыбный рынок, пошел, заказал себе тунца. Не тунца, а марлин рыба такая. Очень вкусная, великолепная, обалденные кусочки филейные. Прям ешь, как будто бы стейк такой классный. Ну, в общем, хорошо его мама куки, хорошо его пожарила. И хорошо пожарила креветочки. Правда, лайм подкачал, дала несколько кусочков лайма, но они как будто бы такие жопкие, что их хрен выжмешь на креветку. И поэтому как-то вот без лаймового сока. Но дело не в этом. Пошел я после этого еще думаю, ну, что делать, а? Надо энергии потратить, чтобы спать крепко. Решил искупаться. Пошел купаться. Купался, купался. Выходить неохота из воды. Вода теплая. Воздух тоже теплый. Вышел вообще ни капельки ветра. Прям тепло. И тут закапал дождь. И начал он капать сильнее, 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 пока не перерос такой ливень, что я вот сейчас только приехал. На тук-туке. Парню спасибо большое за 400 местных денег. Чуть больше одного доллара. Ребята, за один доллар. Вот меня на тук-туке он довез от, хрен знает, от пляжа сюда километра два, наверное. В общем, молочага. Хвалю за такую классную работу. Вот. Ну, сейчас уже дождь несколько паутих. Бедная собачка не знает, куда себя деть. Вот. Немножко паутих дождик. Вот. А так вообще лило, вообще как из ведра. Вот. О, все затопило, смотрите. Везде вода. Ну, что, ну, куда это годится, а? Итак, друзья, доброе утро. Новый день. К сожалению, на всю ночь шел дождь, молния громыхала. И, в общем-то, сегодня, я думаю, что нам хорошей погоды ждать не придется. Снова будут дожди. Ну, обычно не типичная для декабря погода, но мне, видимо, сильно везет. Вот. А сейчас доедаем наш завтрак. И тут маленький четвероногий друг, тоже очень голодный, который тоже хочет завтракать. И вкусный шри-ланкийский кофе. Так, ну, сегодня, вы знаете, чуть-чуть обратила на нас свой взор здешнее шри-ланкийское солнце. Конечно, оно не такое, в привычном понимании, там, яркое синим небом. Но хотя бы не дождь вот сейчас, я не знаю. Будут летучие со стороны океана. Надеюсь, что не будет. И надеюсь, что этот день мы проведем шикарно. И, может быть, даже если сильно-сильно нам повезет, и Бог нас благословит, мы увидим закат. Вот. Будем надеяться. Будем надеяться. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok даже номер есть вот все официально ребят мне вот очень нравится местные остановки автобусные смотрите тут сюжеты каких-то сказок какие-то лошади кони горы и внутри тоже лошадки такими гривами большими очень интересно и так вот в общем купил о какая рыбка летящая красота в общем купил в эту женщина и ее внука маленький кокос сейчас покажет как его разделывать а куда он пошел а вот так смотрим значит ну как делается вот летит во все стороны сейчас будем пить вот эту водичку стоит на всякий случай всего сколько 100 100 местных денег значит это ух ты там прям внутри вода о класс так сейчас поберу итак друзья не будем о грустном дали нам за 100 рупий вот такой вот шикарный кокос с водичкой внутри водичка очень вкусная очень освежающие вообще классно давайте еще раз выпьем она очень безумно сладкая не надо никаких смузи и вот 100 рупий ребят 20 рублей на наши деньги и шикардос и классно да даже меньше 18 18 даже рублей он так вот а вот эта милая женщина которая здесь со своими внуками работает у нее к сожалению цунами унесло сына ее 20 лет ему было да так что так вот но в общем-то у нее много других детей много внуков они радуют я надеюсь что все хорошо вот а так волна конечно накрыла все это место где мы сейчас сидим светлая память всем кто не пережил цунами вот смотрите здесь такие хижины пора полуразваленные и написано что эта зона цунами то есть при наступлении цунами видите идите на высокую землю или в глубь глубь острова инланд вот так ну вот что очень сильно отличает наши планеты от здешних это то что здесь нигде нет туалетной бумаги она стоит безумных денег ее привозят из китая и поэтому все пользуются вот таким вот шлангом с души чтобы подмыться я человек непривычный придется ребята вот это музей цунами образовательный центр музея цунами здесь же находится и вот тут один из главных экспонатов это вот тот самый поезд рядом дом вот это тот самый поезд который пострадал во время трагедии вы представляете вот когда была огромная волна внутри были пассажиры внутри вот этого вагона многих других до ужас его накрыла прямо водой и говорят что из 2000 человек выжило всего несколько смотрите все стекла разбиты вот здесь были люди да это ужасная трагедия вот так покорежила тележку смотрите ее прямо перекосило выбило окна да внутри мусор это ужасно вот мы сейчас посмотрели один музей фото музей цунами а вот здесь другой об общинный фото музей цунами вот такая вот здесь табличка бесплатный вход сейчас пойдем исследовать и изучать это явление смотрите вот прям возле дороги здесь какой-то вроде бы как колодец и погреб то есть вот здесь на этом месте скорее всего стоял дом дом который накрыла вот этой волной цунами и вот это побережье она все было затоплено то есть здесь наверняка и другие дома тоже стояли и жили люди радовались каждый день жизни а потом просто волна вода унесла смотрите какие высокие волны даже сейчас переоценки у нас а а а а а а а а Продолжение следует... 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 Как раз высокогорные вот эти равнины, где у них чайные плантации находятся. И вот отель «Цитрус», где и обитают все наши соотечественники по путевкам, по горящим. Итак, друзья, сегодня нам приготовят филопия. Вчера ели марлина, а сегодня филопия и сказали, что это еще даже вкуснее. Вот, как у них еще устрицы, креветки, кефаль, да. Так, ребята, смотрите сегодня, какую красоту мне приготовили, какой гигантский стейк. Вообще, блин, как мне его съесть. И мой пивчик. В общем, все круто. Вообще, ребят, за это, плюс за креветки с кальмарами, я заплатил 500 рублей всего. Thank you. Вот еще соус принесли. Ага. Так, вот мне еще лайм принесли. Сразу мало. Вот, креветочки и кальмары. Сейчас будем пробовать. Итак, друзья, я вот сейчас тут сижу, на этом рыбном рынке, ем свои вот эти вкусные креветочки с кальмарами, шикарнейшие. И думаю о том, что все-таки как хорошо, что мы с вами живем в России. И мы в любую страну можем приезжать и чувствовать себя здесь олигархами. И можем позволить себе все, что угодно. В том числе, вот такие замечательные креветки. Такую чудесную закуску. И лобстеров можем себе позволить. И все, что хотим. Вот. Так что, друзья, не стоит унывать и отчаиваться. Все хорошее еще случится. И мы должны быть оптимистами. Верить в лучшее будущее. И делать так, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. И верить. Быть оптимистами. За вас, друзья. Давайте. Креветка. 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 Продолжение следует... Так, друзья, время 10 утра, а жарища такая, что вообще просто жесть. И вот как это было на Кубе, выпьешь воды полбутылки, и она сразу вся на тебе. А я сейчас уже стою на железнодорожной станции, на вокзале Хикадува. Жду своего поезда, он будет 10.45, то есть еще через полчаса. Поэтому пока что ждем, наслаждаемся местными видами. Вон туалет, сейчас сходим. Тут даже, короче говоря, есть Salvation Army, армия спасения. Вот, наверное, помогает малоимущим, бедным. И тут вот еще есть такой аквариум с рыбками, как в Коломбо тоже. И там вон еще один. А здесь офис. Поэтому ждем поезд. Вот такие тут на станции граффити интересные. Ставенка мотоциклов. Офис. Здесь можно забронировать билет. Тут очередь. Здесь сломанное табло. Рыбки. О, расписание. Ну, если вы тут что-то поймете, я пожму вам руку. Смотрите, здесь у них на вокзале есть такая вот комната отдыха для туристов. Посмотрим, открыта ли она. Да. Смотрите, как тут здорово. Такая мебель. Старинная. Видно, что все это создавалось еще в колониальную эпоху. Даже туалет здесь есть. Класс. Продолжение следует. Итак, друзья, наш поезд приехал наконец-то. Я сел на этот раз во второй класс, а не третий, как в прошлый раз. Вот. Ну, в общем, второй класс от третьего отличается только тем, что тут по два сидения, а не по три, как было там. Но лучше уж, на мой взгляд, по три сидения, потому что больше людей вмещается сидя и меньше стоят. А тут больше стоят, меньше сидят. Вот. Вот что-то ходят, несут. Торгуют. Давайте, проходите. А, торгуют пирожками. Пирожки носят. Вот. А, кстати, это, да, вот это второй класс. Видите, циферка 2. 2 значит второй. Ну, в общем, как бы то ни было едем, нам предстоит 2 часа вот так вот стоять и не присядешь. Потому что по мере продвижения Коломбо, дорогу в поезд будет садиться все больше и больше и больше. Вот так. Одесса. Вот. Второй. Вот. 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 Солнечные места для буддийских монахов, видите, погода. Продолжение следует... 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 Что-то похожее на планеты, смотрите... На земной шар, да, вот с материками... Ну, так отдалён... Да, Евразия, Африка, вот они здесь... А этот круг тоже непонятный, но я там перевёрнутый... Хе-хе-хей, как кривое зеркало... Вот, с этой стороны по бокам тоже на арабском языке, вот так вокруг, как по кольцу... И вот тут ещё два такие... две сферы... Вот, очень интересно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...